Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минско-городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбер. В этом году в столице на пожары и загорания спасатели совершили более трех тысяч выездов. За это время на пожарах погибли 26 человек. Печальную статистику пополнила и неделя минувшая. Минск чрезвычайный. В прошлый четверг столичным спасателям сообщили о поступившем в приемное отделение больницы человеке с ожогами. Как выяснилось, на кухне квартиры по улице Седых произошло загорание одежды на 55-летнем мужчине, в результате чего он получил ожоги 45% тела. И, к сожалению, спустя сутки от полученных травм скончался в больнице. Причина трагедии сейчас устанавливается. Рассматриваются две версии. Неосторожное обращение с огнем и суицид. В этот же день спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, локоть руки которой предательски застрял в радиаторе отопления в квартире по улице Слободская. К счастью, медицинской помощи ребенок не нуждался. Минск чрезвычайный. Вероятнее всего, непотушенная сигарета стала причиной пожара в воскресенье рано утром в доме на улице Карла Липнихта. Горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома. В результате пожара отравились продуктами горения 47-летний хозяин и его 39-летняя сожительница. Они были госпитализированы. Из квартиры этажом выше бойцы МЧС спасли молодых родителей и их сына. Малышу нет еще и года. Семья, несмотря на маски, успела надышаться дымом. Ребенка также госпитализировали. Но после обследования мальчик и женщина были отпущены домой. Из других квартир подъезда было эвакуировано еще три человека. Они не пострадали. И еще об одном воскресном ЧП. Хозяйка частного дома по улице Красная Слобода пыталась разжечь котел бензином. В результате на ней загорелась одежда. И 72-летняя женщина получила ожоги голени и бедер, всего 15% тела, и была доставлена в больницу. Будьте внимательны и аккуратны при использовании открытого огня. Будь то спички или сигареты. Не пренебрегайте правилами собственной безопасности. В начале недели на улице Кузнечной горела баня и гараж, в котором стоял Volkswagen. Восстановить их будет крайне сложно. А вот что стало причиной пожара, выясняется. О происшествиях сегодня все. А чтобы грядущие праздники прошли без последствий, соблюдайте правила безопасности при использовании пиротехники. Будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112. Я же с вами прощаюсь с наступающим всех Новым Годом. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.